Я решил сделать этот семинар, потому что есть такая тенденция все забывать. И поэтому решил, что надо сначала рассказать, а потом уже забыть. Ну, по крайней мере, не то, что забыть, но какие-то детали можно забыть. Но, когда я готовился, я обнаружил, что я уже какую-то часть, может, не делал завтра еще домой. Ну, вот как раз подготовка в этом ресторане, а дальше вам, как говорится, садиться с вами, насколько я все вспомнил. Вот. Значит, план моего доклада здесь написан, но я сильно на нем останавливаться не буду, потому что будет понятно, и со следующего слайда, или следующего за следующим слайда, как я буду двигаться. То есть, я дам какое-то введение, чтобы было понятно, откуда дифференциальные уравнения получаются, а потом расскажу про, значит, ну, про наблюдение, которое, собственно, так сказать, было сделано относительно этих дифференциальных уравнений, это замечательно, которое существенно может упростить решение этих дифференциальных уравнений. Ну, а зачем дифференциальные уравнения на многопетлевые интегралы нужно, это будет понятно. И уравнения решались или нет? Я все скажу, да, я скажу сейчас. Значит, ну, вот этот вот слайд я взял из какого-то своего обзорного доклада, собственно, на нем написано, что многопетлевые интегралы – это вполне довольно интересная область с точки зрения математики, в которой есть и открытые задачи, и красота какая-то своя, и, кроме того, еще оказывается, что сейчас они эти интегралы еще иногда и нужны для того, чтобы описать эксперимент. Так что это, в смысле, совершенно замечательное сочетание благоприятных факторов, чтобы этим заниматься. Ну, в идеале, как бы мы хотели вычислять на другую интеграмму? Ну, диаграмму даем компьютеру, нажимаем на кнопку и считываем результаты. А все остальное, то есть у нас есть какой-то черный ящик, в котором все вычисления делаются, а у нас уже результаты, а мы сидим и уже анализируем результаты. Ну, к сожалению, конечно, от этого еще пока далеко все. Вот. А так? А? Лучше не так. Лучше пусть диаграммы... И диаграммы тоже рисуют сам, да. Кстати, это уже делается. Ну, как-то, в каком-то смысле, к этой ситуации все движется. Может, не так быстро, как хотелось бы и, ну, естественно, что всегда есть задачи, которые пока не по зубам имеющимся не были. Ну, вот что я хотел подчеркнуть, что, на самом деле, компьютер, который бы все это вычислял, он должен был бы вводить большим числом различных техник. По крайней мере, на настоящий момент нет такой универсальной техники, которая позволяла бы вычислить вообще любую диаграмму, ну, каким-то рутинным способом, которые доступны для компьютера. Поэтому, и эти техники, они между собой как-то, ну, недривярно соотносятся, есть какие-то неожиданные связи между ними и так далее. То есть, вот, ситуация выглядит вот таким каким-то образом. У вас есть куча различных методов, там, ну, начиная от каких-то простых вещей, типа, зафема шинтер-гибилизации, вот, здесь, ну, которая до сих пор свою значимость, так сказать, не потеряла. Вот, там, Мелин-Ба, это представление Мелин-Монбайнца, или, там, методы, связанные с унитарностью, они тоже каким-то образом развиваются, обобщаются, вот. Ну, и кончая, там, какими-то методами, которые сейчас уже стали, ну, можно сказать, в последние десятилетия стали таким мейнстримом. И, фактически, можно сказать так, что сейчас надофетлевые диаграммы, которые зависят от нескольких параметров, ну, то есть, собственно, те, которые интересны для получения, ну, большая часть задачи, которые интересны для эксперимента, она все-таки, значит, зависит от нескольких масштабов, поэтому, значит, вот, тут я вот зеленым выделил, это, собственно, тот мейнстрим, которым сейчас большая часть, я бы сказал, многопитевых вычислений, начиная с двух петель, может быть, ну, делается. То есть, это выглядит так, что у вас диаграммы приводятся к скалярным интеграммам сначала, с помощью трензового приведения, потом выполняется приведение с помощью то, что интегрировано по частям, и задача сводится к вычислению конечного числа, для данной задачи конечного числа, мастеров интегралов, которые вычисляются не напрямую, а с помощью дифференциальных уравнений. Вот, то есть, на них пишутся некоторые дифференциальные уравнения и потом решаются с подходящими ограниченными условиями. И после этого подставляются эти мастерные интеграммы в выражение этой диаграммы через них, и получается результат. Ну, и вот многие шаги... Вот, вот для этого места, я бы сказал, ну, можно считать, что есть уже готовые программы, которые позволяют дифференциальные уравнения строить. Тем не менее, полезно объяснить, откуда они получаются. Ну, допустим, у вас есть какая-то диаграмма, вот она имеет общий вид, там, такого типа, что у вас есть какой-то полином, ну, точнее, тензор в числителе, зависит от китлевых моментов, импульсов и внешних импульсов тоже, значит. И есть какие-то знаменательные, соответствующие пропагаторам в диаграмме. И вы хотите выяснить такой интеграл. Ну, первое, что вы делаете, вы любой интеграл, тензорный интеграл, можете выразить через скалярную, ну, просто написав на все возможные тензорные структуры из внешних импульсов, ну, и из метрического тензора. И разложить, ну, это обычное дело, с ним разложение, это все знают. Другое дело, что эта часть, она тоже нуждается в автоматизации, если у вас какой-то сложный случай, то руками тоже не очень приятно это делать. Вот, ну, тем не менее, все можно свести, все вычисление можно свести к вычислениям только скалярных интегралов, когда вот этот вот числитель отсутствует. Вот, то есть вот таких интегралов, где у вас какие-то функции могут соответствовать настоящему знаменателю диаграмму, а какие-то играют в роль числительной. Ну, и тогда соответствующая степень у них, ну, отрицательная, чтобы они вверх пошли. Вот. Ну, и что с этими интегралами дальше делается? А, на них пишется регулярные соотношения с помощью, тоже с интегрированием по частям, с помощью, то есть, в рецензариантности тоже можно написать, вот это, как говорится, уже замыленная формула, что вот у вас полная производная равна нулю, тут вы дописываете какой-нибудь импульс либо петлевой, либо внешний, дифференцируете, все выражаете опять через интеграл такого же вида и получаете какое-то регулярное соотношение между интегралами, которое позволяет вам выражать более сложные через более простые. Ну, оно, в этом смысле, не одно соотношение, а, так сказать, для произвольных наборов индексов у вас, ну, каждый такой оператор дает одно соотношение. Операторов тоже не один, а много. Поэтому то, что интегрирование по частям много, есть отдельная задача о том, как их грамотно использовать, грубо говоря, можно ли там этот процесс систематизировать и найти правила приведения, ну, не всегда искать правила приведения в том же духе, в котором мы можем, там, скажем, базис природную искать. Эта задача открыта. Но на практике часто действует просто грубой силой. То есть строит такие тождества, строит такие. И решает одно за одним, накапливая базу данных и правил приведения до тех пор, пока все нужные вам интегралы не приведутся, и не будет видно какого-то предела этой процедуры, что есть какие-то мастера, которые, как бы вы там и добавляли, значит, новые регулярные соглашения, они все равно не выражаются. Но это обычно хорошо видно. Если вы достаточно много тоже нашли, то вы мастера сможете определить. Вот, значит... Есть какие-то аварийные? Ну вот, да, это вот, собственно, аваборда, это и есть вот такая губая сеть, алгоритм, который основан на такой губой силе. А есть вот моя программа, которая называется LightRed, она, значит, выполняет эмористический поиск, то есть она пытается решать символически, вы видите, то, что это интегрирование его частей, которые вот зависят от индексов, как от переменок. То есть она не подставляет конкретное значение индексов, а пытается сразу найти какое-то символическое правило, которое для общих индексов находится. Ну, конечно, такое правило нельзя найти, такое универсальное, обычное. И поэтому там нужно какие-то индексы... Нужно определять, а какие интегралы остались невыраженные с помощью этого правила. Ну, обычно интегралы где-то один или два индекса уже означены, равны как единицы, например. Для таких интегралов она опять ищет. Ну, нет гарантии, что она находит. Если находит, то, конечно, это большой успех в этом смысле. Можно считать, что для данного класса интегралов, если она находит правило, то задача приведения по частям по большому счету решена. И, конечно, эти правила можно использовать для очень быстрого приведения. Так люди и делают частично. Так вот, важно, что эти творчества, интегрированные по частям, они используются не только для того, чтобы выразить все интегралы через мастер-интегралы, а еще и для того, чтобы на эти мастер-интегралы получить уравнение. Это, на мой взгляд, даже важнее. То есть это дает вам возможность вычислять эти мастер-интегралы не напрямую, а из этих уравнений. Из дифференциальных, разностных. Ну вот, например, как дифференциальное уравнение получается? Ну, например, дифференцируешь по массе. Вот самый простой, это по какой-нибудь массе, которая у вас в диаграмме есть. Это вот кодиков в 1991 году, по примеру. Дифференцируешь, и понятно, что знаменатель возводится в программу. Ну, в смысле, знаменатель. Ну, или, там, те знаменатели, которые с массой, один из них дифференцируете, он становится на степени. В степени его становится на единицу больше. Ну, и потом вы то, что интегрирование применяете, и опять выражаете все через мастера. И это вам дает возможность получить замкнутое дифференциальное уравнение на мастер-интегралах. Ну, можно по инвариантам. Иногда у вас вообще нет в диаграммах, а инварианты есть. Ну, тогда там нужно немножко, ну, тут преобразовать выражение. В том смысле, что у вас подинтегральное выражение от н вариантов напрямую зависит. Поэтому нужно от производных вариантов выразить через производные по самим векторам, что делается в битиметровой форме фактически. И тоже получить дифференциальное уравнение по отношению к внешнему инварианту. И, собственно, вот это является сейчас, ну, я бы сказал, я не знаю, на мой взгляд, это является таким мейтстримом того, как вычислять многопетлевые диаграммы, завиские больше, чем от одного масштаба. А почему больше, чем от одного? Потому что, если у вас интеграл только от одного масштаба зависит, то его зависимость очевидна из размеров с их соотношениями. Ну, из размеров с их, как бы, не знаю, аргументами. И тогда эти дифференциальные уравнения после приведения они вам и дадут эти триллиарные соотношения, которые он, собственно, ничем не помнит. Вот. Ну, то есть, после того, как вы это сделали, вы, в общем случае, получаете вот такую систему уравнений. То есть, здесь G — это столбец из мастеров, X — это некоторые внешние параметры, по которым ведется дифференцирование, M — это некая матрица, которая зависит и от X, и еще и от параметра размера с тоникулеризации тоже. И опять на тот же самый столбец. Вот такая вот система у нас получается, на все мастерные диаграммы. А M — это некая рациональная функция от этого параметра X и от M всего. Ну, конечно, можно строить дифференциальные уравнения не по одному параметру, а по нескольким. Для каждого параметра у вас будет такое уравнение, есть некое условие согласованности. Но я про это, ну, в смысле, говорить сейчас не буду, потому что... Ну, потому что есть отдельный вопрос о том, как их одновременно приводить, эти дифференциальные уравнения. И, строго говоря, эта задача не решена. Вот. Значит... Ну, что важно, что вот... Какая у нас задача? Задача такая, чтобы вот как-то заменой функции или, может быть, переменной, вот это уравнение привести к наиболее простой форме, которую потом легко решить. Вот. Ну, я здесь рассматриваю... Я буду рассматривать только замены функций. То есть, если вы сделаете такую замену, то у вас уравнение превратится в какое-то другое. И M стиль, да и новая матрица в правой части, будет очевидным образом связана с матрицей в правой части. В начальном вооружении тут видно. Народис, скажу о том, что это образование. Значит, так вот, недавнее достижение или замечательное наблюдение, которое было сделано в статье Хенов в 13-м году, состоит в том, что оказывается, что во многих случаях, во многих случаях, уравнение можно привести к вот такому простому виду. То есть, зависимость от Эпсила, не во всех случаях, но во многих, можно отфакторизовать просто в виде множителя Эпсила с правой части, а все остальное от Эпсила не зависит. Ну и приятно, что это уравнение идеально приспособлено для того, чтобы искать разложение по Эпсилам интегралов. Потому что тогда при Эпсилам нулю, грубо говоря, в правой части у вас 0, ну там, конечно, есть нюансы, потому что разложение нужно читать с Эпсилам нулю будет в некоторых Эпсилам. Ну, во всяком случае, видно, что у вас каждый следующий порядок, и все, умерло, значит, каждый следующий порядок, он выражается по Эпсилам. Он выражается через интеграл предыдущий. Вот сюда предыдущий порядок подставили, интеграл по Эпсу нависили, и вот повышили следующий порядок по Эпсилам. То есть, это, конечно, дает большое упрощение с точки зрения решения эпсилациального сравнения. Вот, наша задача, вот задача, которую я буду рассматривать, это как такой вид искать, как его, точнее, я хочу построить практический алгоритм для того, чтобы найти то преобразование, замену функции, которое приведет ваше сложное, ну, уравнение, в котором, вообще говоря, зависимость от Эпсилам довольно сильно запутана, уравнение, в котором, которое, вот, имеет такое вид искать. Я, на самом деле, хочу даже больше. Вот, значит, на самом деле, вот с тех пор, как эта работа появилась, уже куча там, так сказать, было работ, в которых это использовалось. То есть, ну, этот базис находился, ну, таким, каждый раз своим способом есть какие-то, уже в самом начале уропа у Чехена есть какие-то аргументы, как этот базис находить, но, по сути, по сути, алгоритма нахождения этого базиса не в этом... Не всегда существует, это тоже, на самом деле, медицинский факт. То есть, ну, во многих случаях это можно. Вот, в качестве задачи, которых такого базиса нет, это, например, трёхпетлевой поляризационный оператор, массивный, обычный, Кэт, он, к сожалению, не допускает приведения дифференциального уравнения, квадратная м квадратная, параметр х, так и квадратная м квадратная. Ну, поляризационный оператор, он, ну, и вообще, с массивными интеграммами возникают сложности, хотя иногда это возможно тоже, это и самое. А в безмассовых обычный призывальный сигарет. Обычный поляризационный оператор, но только из нас, да? Да, ну, Кэт, просто пират, там, квадратная м квадратная. Ну, формально говоря, нет, потому что, ну, вы просто дифференциальное уравнение по одной переменной строите. Поэтому, значит, то, что я буду рассказывать, нет, нет, вообще само утверждение, само утверждение, оно, ну, было сделано не только для случая, когда у вас есть одна переменная. Если у вас много переменных, то каждую систему можно привести, причем одними тем же преобразованием, ну, универсальным преобразованием, которое зависит не только от x и от y, ну, и от всех переменных, можно все системы привести к такому виду. И в этом виде там куча всяких разных замечательных чудес происходит. потому что, например, вот эти матрицы для разных переменных, они обязаны между собой коммутировать. Ну, потому что у вас есть условия согласованности, и оно у вас выглядит так, что коммутатор, плюс, как там, производная одной, ну, понятно, условия согласованности, оно, там есть фен, который пропорционально коммутатору, и, соответственно, и все в квадрате, а есть фен, который, вот, фменю, типа, dx одной матрицы, минус dy другой, ну, если вы смешанную производную напишите, то получится согласованность. А? Да, 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 что разница смешанных производных дает условия согласованности, но если у вас вот какой-то сфорализованный вид, то у вас коммутатор стоит цепсилом квадрата, А тот член, который ДС-ДС, он стоит цепсилами, поэтому они по отдельности должны замуляться. Ну и там это всё. Короче, для многих переменных, если такой вид для всех переменных одновременно можно найти, то это тоже большое достижение. Критерий нет в этой скринляне? Скажем, достаточно узкого, что здесь есть эти сентимуляции, здесь нет? Нет, но вот как раз моя работа, она отчасти отвечает на этот вопрос. Она дает, по крайней мере, практические критерии, когда это можно сделать. С математической точки зрения доказательства как бы нет. Ну, в смысле, строгое доказательство. Есть алгоритм, ну, будет понятно, короче. Значит, так вот, во всех случаях оказалось, что не просто Эпс он наносит, а ещё и можно привести вот эту матрицу к виду, когда она имеет только простые полюса. То есть есть какое-то число особых тучек, и при каждой из них стоят постоянные матрицы. Вот. То есть это называется фуксово-формулы, в самом деле. Дифференциальное уравнение, ну, зависимо от Эпс в математике, скажем, ну, в смысле, вот в теории дифференциальных уравнений, даже для дифференциальных уравнений без параметра, вот такое уравнение называется фуксовым, глобальным фуксовым. Ну, в смысле, если есть разрезы, то уже такого не сделаешь? Нет, почему? Разрезы где? Потому что есть разрезы решения или умножения. Решения есть, конечно. В матрице все равно. В матрице разрезов их не можно, потому что она всегда рациональна получается. Это просто следует из вот этих тучностей, которые у вас интегрированы по частям. Они все имеют полиномиальные коэффициенты по всем им вариантам. Поэтому только рациональная матрица может быть, конечно. И, кстати, практически очевидно, что у вас все точки должны быть регулярной системой. Регулярность понимается в смысле, что у вас решение, общее решение вблизи особой точки, особая точка называется регулярной, если общее решение ведет себя максимум как степень, ограниченно степень. Вот. Для одного уравнения этой степени это соответствует тому, что у вас, ну, первый коэффициент должен иметь пользу не выше первого, второй не выше второго и так далее. А для системы это не так все просто. То есть, можно, понятно, перекрутить систему так, что у вас полюса будут иметь порядок выше первого, но, тем не менее, так сказать, урок решения будет регулярного. Ну, то есть, вот, задача, о которой я буду говорить, она вот так вот формулируется, что вот у вас есть вот такая система, матрица рациональная, не обязательно по иксу иметь только простые полюса, рациональная и по иксу, и вы хотите найти какое-то преобразование, функции, которое приведет эту систему вот так вот. Ну, с практической точки зрения я сказал уже, что мотивация, собственно, состоит в том, что вот дифференциальное управление, метод дифференциального управления сейчас является мейнстримом для многопытливых вычислений, и, а вот такой эффект дифференциального управления принципиально упрощает решение. Вот. Ну, например, пример из реальной жизни. Вот, например, у вас есть вот такая матрица, и вам нужно найти вот это вот самое преобразование, которое ее переведет в человеческий вид. Во-первых, Эпсон он эффективизует, а во-вторых, полюса сделает только первого порядка. Здесь они, кстати, все первого порядка, но это не всегда так. Вот. Ну, и вот, с помощью того алгоритма, о котором мы будем говорить, можно легко убедиться, не убедиться, а просто найти преобразование, которое это выполняет. Весь алгоритм состоит из трех частей. Первое – это уничтожение полюсов более высоко, порядка более чем высоко, чем первый. То есть на входе у вас есть матрица с полюсами какого-то необязательного первого порядка в разных точках. Причем… А, ну, оказывается, не первый порядок. Там, да, да. Ну, во многих случаях оказывается, что там этот шаг можно пропустить. Но не во всех. То есть по-разному бывает. Ну, более того, на самом деле вот эта часть принципиально она уже решена. Люди умеют это делать. Другое дело, что они делают это совсем не оптимальным способом, я это расскажу. Поэтому вот эта часть, она решена, на самом деле. Что если у вас сравнение имеет только регулярные точки, то есть алгоритм, который позволяет вам привести матрицу к вот такому виду. Правда, за счет того, что у вас вот эти полюса, что у вас появляются ложные, так называемые, полюса. То есть полюса в этой матрице не всегда соответствуют особенности точного объявления или там полюсам в решениях. Не всегда. Они называются ложные полюса. Вообще говоря, ложные полюса на теоремном уровне не всегда можно исключить. То есть если вы хотите к фуксовому виду привести систему, то кажется, что наш математик Болипром фактически, как я ситуацию понимаю, просто доказал, привел контрпример к этому. А сама вся эта задача связана с 21-й проблемой Гильберта построения дифференциального уравнения с данной группой монодромий. На самом деле она к этому сводится. Но это нам сейчас не важно. Важно, что, значит, первый шаг – это уничтожение полюсов в более высоком порядке. Второй шаг – это нормализация собственных значений матричных вычетов. То есть после первого шага у нас получается вот такая матрица. Надо понять, что уравнения есть полюса, а ложные. Да. А что такое? Они не отвечают с ингулярностью? Решение, да. Бывает. А вот самый простой пример – это, например, уравнение дифференциального уравнения. Там у вас, если вы неправильно действуете, у вас появится полюс, точный поварёк классический. Когда у вас энергия… Уже исключишь, поставишь в уравнение и получишь полюсов. Да. А на самом деле там ничего нету. Там никаких проблем с решением, в общем, решением ничего нет. Вот это удивительно, но это так. То есть называется operat singularities. На английском языке, а в русской театуре называется ложные полюса. То есть дифференциального уравнения имеют полюса коэффициентные, а решения не имеют. Никаких вообще особенностей. Вот. Ну, причём они, как бы, такие мягкие на самом деле. То есть вы можете преобразованием это ложный полюс другую тоже перевести, например. А вот уничтожить его полостью не всегда можно. А вот уничтожить пол полостью не всегда можно. Вот. Значит. А, да. Я про этот шаг как раз не сказал, что вот у вас, значит, на втором шаге вы хотите сделать следующее. Вот у вас уже вот такой вид. Только ли не только простые полюсы. А, кстати, на бесконечности полюс. Простой полюс соответствует тому, что, значит, что у вас нет здесь ни константного члена, ни полинома никого. Ну, нет полинома вот в этой матрице. Потому что для дефинциальных уравнений уже константа – это полюс второго порядка на бесконечности. Если вы не сделаете замену х на 1 на х, то вы можете убедиться, что константа тоже не позволена. Вот. То есть о бесконечности мы хотим наше рассмотрение тоже включить. Потому что если полином здесь есть, то это уже всё. Тоже нехорошо. Вот. То есть мы хотим на втором этапе сделать у этой матрицы все собственные значения пропорционально её взялами. При этом это не означает, что сама матрица пропорционально её взял. А для этого нужен третий этап, который уже даёт вам желаемый вид. И вот ключевым моментом во всех этих преобразованиях является использование такого преобразования, которое я назвал баланс, то есть балансирующее преобразование, которое меняет свойства матрица только в двух точках. В точке х1 и х2. Тут видно, что т имеет, по определению оно вот такое, и имеет полюс в точке х1, а т в минус первой в точке х2. Поэтому, вообще говоря, когда вы с помощью обкладываете т, т в минус первой, там вы вычисляете производные, то у вас единственные особенности, которые есть, это х равно х2 и х равно х1. И следите только за этими двумя точками. Значит, ну вот, это преобразование меняет свойства матрицы R только в двух точках. Ну, для начала его надо настроить. Мы, во всяком случае, не хотим увеличить порядок полюса ни в одной из этих точек. То есть, вот у нас есть две точки, и я бы, для простоты, чтобы формулы просто заместились, придется поверить, что это, так сказать, общее свойство. Ну, в смысле, бесконечность, она немножко отдельно рассматривается, но тем не менее, значит, все свойства, наверное, такие же. Можно обновить, например, на дробно-рациональные преобразования, на конечную точку, поэтому это не важно. Ну, вот на бесконечности, например, вот я написал ведущий член в нуле и ведущий член в бесконечности. И вот, если мы какое-то такое преобразование с каким-то проектором применим, то вообще говоря, у нас, видите, порядок полюса увеличится и здесь, и здесь. Там был Q-1, стал Q, а здесь был P-1, а стал P-2. А мы этого не хотим, поэтому мы должны потребовать вот такие два равенства. Чему они соответствуют? То есть вот, если мы такой проектор нашли, который вот тут, а P с чертой это единица минус P, значит, который удовлетворяет этим двум свойствам, то во всяком случае мы ситуацию не ухудшим сейчас. Во всяком случае мы ситуацию не ухудшим с точки зрения порядка полюсов. Ну, на самом деле, вот эти условия соответствуют тому, что, значит, мы можем P построить таким образом. Вот возьмем какой-то базис в линейном, вариантном пространстве матрицы А0. То есть А0 действуя на вот это линейное пространство дает его самого, ну или меньше, значит, или что-то внутри. То же самое с B-100. Так вот, вероятно, что если мы вот этот базис можем выбрать дуальным образом, чтобы они были норбированы вот таким образом, то P можно выбрать вот в виде такой суммы. А когда вот в этих двух вариантных подпространствах, ну, в одном из них нет вектора ортогонального всему другому. То есть это довольно мягкое условие. Например, если у вас есть две плоскости, то для них всегда этот дуальный базис можно выбрать в одной или в другой. За исключением случая, когда они ортогонально это выгружат. А если под каким-то углом тут выбрать, то можно. Ну, тут какое-то замечание, как это можно понять? Вот я начинаю. Значит, вот про баланс я сказал, что, так сказать, можно его выбрать, чтобы по крайней мере он не увеличивал порядок, не ухудшал с точки зрения порядка полюса поведения матрицы L в этих двух точках. А дальше мы хотим, мы же хотим большего, да, мы хотим, чтобы он не только не уменьшал порядок полюса, чтобы не увеличивал, а чтобы он уменьшал в конечном счете. Мы же хотим порядок полюса меньше. Ну, а как это сделать? А вот, на самом деле, вот, готовый флютный алгоритм, он, собственно, этому и посвящен. Он посвящен тому, чтобы, но отличие от того, что я буду рассказывать, состоит в том, что о второй точке они не заботятся. То есть они вторую точку убирают всегда на бесконечности, и все конечные точки балансируют с бесконечностью, а на бесконечности накапливается поленом, то есть это уже становится полюсом огромного порядка. А во всех конечных точках они имеют фуксовые особенности после этого, после применения этого алгоритма. То есть, короче, вот то, что я сказал только, что, значит, ну, на самом деле можно немножко модифицировать алгоритм и на каждом шагу в качестве второй точки, между которыми идет балансирование, выбирать новую точку, которая регулярна. Потому что баланс, он может увеличить порядок полюса, если вот я там показывал, максимум на один. Эта точка станет ложной сингулярностью, но зато вы это можете добиться того, чтобы у вас были только простые полюса. Но ценой введения вот этих кучи ложных симуляностей, которые у вас появляются на каждом шаге, вы уменьшаете порядок полюса в одной точке, а другую точку, которая была регулярной, делаете простые полюсы. И так много раз. То есть, по сравнению со старым, как бы он уходит, там, борт-борт-борт-борт-борт-борт-борт-борт-борт? приводит к тому, что матрица обязательно, ну то есть систему можно привести к фуксовой форме. Используя только их алгоритм, ну вот в той модификации, которую я сказал. Но ценой введения кучи там ложной сингулярности. Вот. Наша идея в другом. В том, чтобы этот баланс строить таким образом, чтобы не портить, чтобы не увеличивать порядок полюсов во второй точке. В одной мы уменьшили порядок полюсов, при этом во второй не увеличили. И тогда мы сможем... Баланс. Баланс, вот как раз... В одной ввечере, в другой уменьшается. А в другом смысле баланс. Значит, но как раз таки вот то, что я говорил, настройка баланса, она к этому и ведет, что вот вы можете построить такой проект, который у вас не портит порядок полюса в другом. Осталось только его сделать таким, чтобы он еще и уменьшал порядок полюса в одной из точек. Вот. Значит... Ну и, так сказать... Способ действия простой. Вот есть алгоритм, подготовленный и в шлюбеле. Алгоритм подготовленный и в шлюбеле. Тут вот написано, почему... То есть, фактически, вот этот алгоритм сводится к построению того же самого баланса между нулевой бесконечностью с проектором, который строится из собственных векторов матрицы А0. Вот этой. И доказывается, что после этого преобразованная матрица имеет главную часть, у которой ранг, маточный ранг, строго меньше, чем ранг начальной матрицы. Ну и когда мы этот ранг понижаем, 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 он понизился до нуля, это значит, сама матрица стала нулем, мы убили этот полюс. И так дальше действуя, мы можем убивать все полюса по очереди. То есть, это не одношаговая операция, что вот у вас будет такой полюс порядка P плюс 1, вы один раз этот баланс применили, и он сразу стал порядка P. А вы один раз баланс применили, у вас ранг вот этой матрицы гарантированно уменьшился на 1. И так вы уменьшаете, ранг уменьшаете, и в какой-то момент сама матрица, когда ранг доходит до нуля, становится нулем. И тогда вы убили этот полюс. Так вот, значит, проблема в том, что вот каждый шаг сильно портит поведение на бесконечности. Но каждый раз увеличивает порядок полюса на 1, ну, вместо общей правосы. Может, конечно, не повезет, не увеличит, но в общем случае так. Так вот, идея очень простая. Давайте вместо P будем другой проектор использовать, U, который построен из собственных векторов наполовину. Правые вектора взяты матрицей A, а левые вектора взяты матрицей B. Взяты матрицей B. И посмотрим, как этот баланс действует на тех же самых условиях. Вот действие. Вот у вас действие начального, так сказать, подготовленного блюда баланса. А вот того, которое предлагается. Того, которое предлагается. Значит, поскольку я V выбрал собственными векторами, ну, заметающими пространство, в общем случае, и вариантов, матрицы B, B2, ну, вот на предыдущем слайде, это просто ведущая часть бесконечности, то у меня этот кул гарантированно не испортит поведение в этой точке. Я об этом уже позаботился. Теперь вопрос. А остался ли этот баланс таким же хорошим, чтобы уменьшить ранж матрицы так же, как и делал баланс с вот этим P в точке x равной нулю? В точке x равной нулю. Ответ? Да, остался. А вот доказательство тривиальное. Ну, не тривиальное, не просто. Можно просто показать, что вот вот эта синяя часть она есть красная часть, обложенная некой матрицей. Ну, в смысле, в точность чудоподобия это та же самая матрица, то же самое, что и красная часть. Поэтому ранги не совпадают. И, значит, коли у этой ранг уменьшился, алгоритм Баркатун и Ипшюгеля это гарантирует, то и у этой ранг. Но при этом мы, так сказать, позаботились о другой точке и избежали увеличения полюса, увеличения порядка полюса в другой точке. Ну, теперь про вторую. Значит, вот эта идея того, как, значит, можно приводить, уменьшать порядок полюса, приводить уравнение к фуксовой форме без генерации ненужных ненужных ложных сингулярностей. А в чём может быть только проблема? А в том, что я не смогу найти дуальный базис. Только в этом. Это как некая выраженная ситуация, когда вы не сможете вот этот фук построить. У вас эти два пространства инвариантные, ну их можно ещё разным способом выбирать, но как бы вы не выбрали, у вас всегда в одном из них есть вектор автокональный всему другому. И тогда вы такой проект не сможете построить, и всё это на этом и закончится. То есть это некая выраженная ситуация, но она, в принципе, реализуется. И она, кстати, связана с вот этим примером полюсов. Ну, как я понимаю. Значит, вторая статия. Вторая статия, ну, ровно на самом деле та же самая идея. Ровно та же самая идея, что вот у нас есть матрица, и мы их можем проверить. Ну, вычислить собственные значения вот этих матрицных вычетов по понятным причинам. Почему? И проверить, имеют они такой вид или нет. Если не имеют, то точно заменой только функции вы не можете привести к ипсилам форме. Потому что у вас должна мандрамия сохраняться. А мандрамия говорит вам о том, что, ну, грубо говоря, е в степени 2π умножить на вот это собственное значение, ну, то оно не должно меняться ни при каких преобразованиях. Поэтому на целое, сдвинуть это собственное значение на целое число можно, оно не целое уже нельзя. Ну, если у вас там такого вида нет, то в этих переменах, по крайней мере, то есть если перемены не меняете, например, бывает ситуация, когда, ну, в смысле, очень часто, когда вот вместо целого полуцелого здесь стоит. Что значит, в этих переменах вы никакой замены функции найти вот эту ипсилам форму не сможете. Ну, а идея, как я уже сказал, в том, чтобы постепенно сблигать собственные значения так, чтобы вот это n убить в каждом собственном значении, чтобы все собственные значения были пропорциональными ипсилами. Вот. Так вот, оказывается, что баланс в случае простых особенностей, он как раз этим и занимается. То есть, если вы рассмотрите вот такой баланс, где p, это у вас просто построенный из одного из собственных векторов матрицы А, он как раз соответствующее собственное значение сдвинет на единицу вверх. Вот. То есть, ну, и опять же, у нас есть проблема с бесконечностью, но мы теперь уже понимаем, как это решать. Ну, вот это доказательство, что он там сдвинет на единицу, я не буду на единицу. Значит, опять же, проблема с бесконечностью, но решается она так же. Возьмем, что теперь вместо u у креста u v крест, где v крест, это уже, собственно, ну, или v, это, собственно, функция матрицы V0. И если они не антагональны, эти два вектора, то я смогу из них построить проектор вот такой. И аналогичным образом, немножко подлиннее, это синяя и красная части, но все равно они так и связаны ровно тем же самым преобразованием, что синяя часть, она равна красной, обложенной L-1. Ну, на самом деле, одна из них, она обратно и другая. Ну, и, значит, собственные значения у них совпадают. У синей и у красной. В общем, таким образом я могу сдвинуть. А, и причем можно проверить, что этот баланс, он, если во второй точке тоже был простой полюс, то он какое-то собственное значение, соответствующее вот этому вектору v, сдвигает в другую сторону. То есть вы можете перекладываете собственное значение в другой точке. Вот. А сумма собственного значения должна сохраняться, конечно, и более того, она должна равняться нулю. Потому что сумма всех матричных вычетов должна равняться нулю. Матричный вычет на бесконечности просто определяется как минус сумма всех аркатов. Поэтому вместе с бесконечностью сумма матричных вычетов равна нулю. Вот. Ну и дальше, вот то, что я вам сказал, тоже могут быть некие препятствия тому, чтобы построить такой проектор состоящий в том, что вы не сможете выбрать не оттокональный вектор матрицы B0. Тогда вы не сможете их нормировать правильным образом проекта, так сказать, не построить. Но эта ситуация ожидаема. Потому что как раз пример политруков показывает, что не всегда можно убить даже эти ложные полюса. И можно верить в это, можно пытаться это доказать, что, собственно, вот с помощью этих балансов, ну, конечно, пытаться доказать, значит, можно всегда привести систему, которая приводится, а которая не приводится, но их, конечно, нельзя привести. То есть, как бы, построить, идея такая, что построить универсальный алгоритм, который позволяет вам, во всех случаях которых это возможно, избавиться от ложных полюсов и привести систему к этому самому. Ну, а ложный полюс – это что? Это у вас там есть матрица, у которой, там, в собственном значении, там, целое число, и вы хотите их убить до того момента, чтобы они не совсем исчезли. Ну, в общем, понятно, что если у вас полюс ложный, и вы уничтожили все собственные значения, то сама матрица тоже должна загружиться. Легко показать, что монодромия… То есть, монодромия равна единице. Поэтому, там, если матрица не импотентна, но не нулевана, то у вас экспонентов степени эта матрица, она не единичная, конечно. Вот. Ну и последняя стадия, когда у вас уже, вот, все собственные значения этих матриц пропорциональны епсилу, и вам осталось только эту епсилу вынести наружу, то есть, как-то подвернуть эти матрицы, причем одновременно, так, чтобы, вот, выполнялось вот это условие. Найти такое преобразование, которое уже от эксам вообще не зависит, чтобы, вот, выполнить, чтобы, вот, выполнялся такое условие, вот у нас епсилом тогда епсил. Вот. Ну и здесь такой, это, простой трюф, в принципе, это самое проходит. Ну, давайте напишем, ну, проблема в том, что мы это епс-то пока не знаем, и поэтому мы не можем это уравнение решить относительно матрица Т, как написано. Ну, давайте тогда два раза напишем. Один раз с епсилом, другой раз с мюн. И умножим это уравнение с одной стороны на Т от епсилом, на другой на Т-минус первое епсилом. Ну и видно, здесь Т от епсилом сократится, а здесь будет Т от епсилом Т от мюн. А в правой части будет Т от епсилом на Т в минус первое епсилом то же самое, но с другой стороны. А там Т от мюн сократится. То есть вот получится такое уравнение. Относительно Т от епсилом ню мы его можем замечательно решить. Это будет не одно уравнение. Для каждой матрицы мы хотим одной матрицей преобразования обойтись, но все эти матричные вычеты одновременно подвернуть. Так вот, утверждается, что если вы решите такую систему, то после этого у вас... И если такая система имеет решение, которая является противной матрицей, то и, так сказать, вы в этом преуспели. Это везение какое-то должно быть, чтобы сразу всем ответить. Да, конечно, это везение, да, но вы же хотите... Но никто не говорит, что всегда это может быть. Если вы возьмете произвольное уравнение, конечно, оно к другой форме не приводится, естественно. Вопрос, как найти преобразование, когда оно все-таки существует. Ну да, это интересный критерик. Конечно, да. То есть... Даже более простой вопрос, по-моему, ну ладно. Если человеку на кармашабе, у тебя есть вариант, что это все существует... Давайте я покажу, как это работает. Давайте, да. Ты никогда не знала. Да, я не знаю. Значит, ну вот смотрите. Вот я хочу привести пример. Вот эта матрица, которая приводит. Вот она, значит, вот такого вида. Здесь первая стадия не нужна, но, как я сказал, стадия 1. Откуда вы взяли эту карту? Она появляется, вот если вы там пишите дифференциальное уравнение для... А я уж не помню ничего. По-моему... По-моему, по-моему... А, ну это... это матрица, я знаю откуда ее взял. Ну вы знали, что она приводится? А? Нет, конечно. Не знаю. Почему я буду решать задачи, которые это самое? Ну я не знаю. Значит, вот вы взяли в адресу, а она не приводится. И вы будете биться, биться на ней. Что же такое? Послушайте, это алгоритм, куда идти, чтобы найти кошелек. У тебя нет гарантии, что ты его найдешь. Но вы там решали найти стартового центра. Нет, на самом деле там с практической точки зрения. Давайте я вам покажу, как это делается. Вот у вас есть конкретный вопрос. Если приводится матрица или нет? Ну, смотрите. Первый шаг можно пропустить. Он гарантированно делается. Поэтому это небольшой недостаток этого примера. Значит, у вас матрица уже в таком виде. В виде А, Т, деленный на Х, плюс Б, АТ, деленный на Х плюс ОТ. А, Т, и Б, написанный. А вычет бесконечности, как я уже сказал, определяется как минус сумма бесконечных точек. Вот у вас есть три матрицы. А, Б и С. Причем С равна, и сумма равна 0. А... Вот... Вот бесконечность С я нарисовал. А и В здесь нарисован. Ну что я вижу? Я смотрю на собственные значения. Собственные значения у меня есть те, которые положительные, а есть с отрицательными. Вот с синим и красным нарисованным. Беру какую-нибудь пару и проверяю. Ортогональные собственные вектора, соответствующие вот этому и вот этому значению? А они не ортогональные. Ортогональность — это очень вырожденный свинчик, вот что я хочу сказать. Это не то, что вы там, так сказать, не ищите, ищите и так далее. Наоборот, вот взяли вот эти два, они тоже будут не ортогональны. Ну это как бы вы должны попасть просто в вырожденный случай, чтобы у вас не получилось. Очень вырожденный случай. Значит, вот вы берете вот эти два вектора соответствующие и строите вот этот баланс. Построили, преобразовали. Раз — у вас сдвинулось собственное значение. Здесь оно вообще стало уже пропорционально вексом, а здесь на единичку уменьшилось. Теперь берем в мой пару вот эту. И тоже строю баланс. И тоже преобразовываю точно так же. Раз — у меня. А вот тут какая-то проблема возникла. Почему? Потому что у меня теперь оба собственных значения, положительные и отрицательные, находятся в одной точке. Что мне с этим делать? Я баланс не могу построить в одной точке. А очень просто. А давайте переводим эту минус единичку в какое-то другое место. Например, сюда. Вот нашел какой-то собственный вектор, который не ортогонален собственным вектором соответствующему вот этому значению. И применил этот баланс. Вроде как я не улучшил ситуацию. На самом деле улучшил, потому что у меня теперь эта минус единичка здесь, а единичка здесь. И я между ними могу сбалансировать. И вот я сбалансировал. Вот я получил все собственные значения, пропорциональные вексом после этого. Все собственные. Матрицы еще пока, видите, совсем-таки не пропорциональные вексом, они какие-то страшные на самом деле. Вот. Ага. Ну теперь применяю третий шаг. Вот пишу эти два уравнения на матрицу Т. И вот-вот матрица Т, общий вид. И я вижу, что если у меня Мю не равно какому-то числу, одному из тех трех, которые я написал, это просто система линейных уравнений относительно матрицных элементов Т. Просто линейное уравнение. Значит, я вижу, вот его общее решение. Общее решение этой системы. Ну я вижу, что да, Т обратима, за исключением вот этих случаев. Я могу любой взять в нем. Например, единицу выберу. И преобразую эту матрицу. Вот у меня уже эпсиона формировал. Все. Я добился своего. Тут немножко странные коэффициенты. Я могу, например, один из матричных вычетов диагонализовать. То есть постоянным преобразованием его диагонализовать. Ну это уже так, косметические какие-то. Значит, и вот он. У меня эпсиона торчит наружу. А вот матрица, которая у меня получилась. То есть я преобразовал мою начальную матрицу, которая вот была написана, да? Ну вот такому виду. Вот такому виду. Вот. Ну, на самом деле, тут еще есть некие вопросы о сложности. Потому что, на самом деле, системы вот этих дифференциальных отравнений на мастерные интегровации, они очень большого размера могут быть. Там вплоть до сотен, ну или там несколько десятков, это как я сказал. 71 на 71 матрица. Да. Значит, это вот. Ну и, конечно, вот эти все преобразования из таких огромных матриц, они не очень делают. Ну, просто сложно. Но это им не надо. Оказывается, что, ну, не оказывается, а эти мастрицы, они имеют очень сильно треугольную структуру. Не совсем треугольную, а блочно-треугольную. Ну, то есть у вас стоят блоки на диагонали и что-то выше этих блоков. Значит, а блоки имеют размер, ну, в зависимости от сложности задачи, там, они могут, там, доходить до синие максимума. Ну, ну и, в смысле, могут, конечно. Если вы 10 петель возьмете, то я не сомневаюсь, что вы все равно не сможете вычислить. Но это никому не нужно. Вот. А в реальных случаях, ну, они, там, 3 на 3, там, вот как я показал. Или, там, 4 на 4 и так далее. Так вот, оказывается, что просто блоки достаточно сначала преобразовать, а потом, значит, уже преобразовать все остальное. Ну, я, чтобы, так сказать, времени занимать, я про это проскочу. Я лучше картинку нарисую, картинку укажу. Значит, вот, тут написано, как это делать. Когда блоки уже в целом форме, как от недиагональных элементов избавляться. Во-первых, от полюсов недиагональных элементов, а потом, ну, а больше, собственно, ничего не надо. Ну, что? Да. Вот тот контрпример, который уже этого построил, что не приводится к капсионной форме? Нет, не капсионной форме. Он вообще рассматривал эту систему, не зависящую от параметра. Но, вопрос был такой. Можно ли найти фуксовую форму, то есть только, чтобы были простые полюса везде, и при этом не было ложных особенностей? И ответ состоял в том, что нельзя. Он привел контрпример к этому. Ну да, это был некий конкретный контрпример. Вы это имеете дело не с адракторами, а, скажем, с многобитливыми интегралами, которые довольно специфические в этом случае спрашиваются. Есть ли примеры многобитливых интегралов, которые тоже не приводятся? Есть. Я говорю, что вот этот алгоритм в каком-то смысле вы правы. Да, вы можете искать и говорить, что, а может, я не нашел преобразование такое. И пока нет такого строгого математического доказательства, что делай так, так и так. И после этого ты либо получишь, либо не получишь. И тогда ты точно не можешь получить никаким другим способом. Конечно, у вас всегда такой вопрос в голове может вертеться. Но на практике получается так, что вот эта ситуация, она очень выколотая. Что вот у вас оказалось, что два вектора ортогональны друг к другу. Вот если они не ортогональны, все, про вектор вы построите. А тут они ортогональны. Ну вы ищите другую пару, и вы по всем парам пробежались, и видите, что никаких у вас вариантов нет. У вас все вектора ортогональны друг к другу. Ну вы начинаете, например, можете балансировать с какой-то регулярной точки, организовать там фиктивный полюс, и вы тут же увидите, что все равно там получается автогональный вектор. И как-то через буквально пару шагов вы понимаете, что, так сказать, надежда на то, что вот ваше действие... Там есть некая инвариантность, которую надо математически доказать, но с практической точки зрения ее легко, так сказать, увидеть в реальных вычислениях. И вы видите, что да, ну нет, не получается. Причем существование таких примеров, я говорю, полюбов уже доказало. То есть, как бы, что, ну, даже более, более слабое условие, так сказать, и то не всегда нужно выполнить. Просто убить все ложные трусы, и то не всегда получается. Поэтому, значит, как бы, вы можете сказать, что, наверное, это связано с отрицательным решением двадцать первой проблемы Держима. И... Николай, Николай. Нет, она уже... все, отрицательное решение это сам, благодаря политругу. Вот, я просто хотел такую наглядную картинку показать, как это... Вот, здоровая матрица есть, а по блокам стоят, ну, там, два на два, три на три какие-то блоки. Вот есть один на один полно блоков, на самом деле. Обычно вот такая ситуация. Вот тут цветом я... это... нарисовал синяя, это когда, в принципе, есть полюса высокого порядка. Голубой, это когда только первого порядка полюса, а... ну и дальше то, что написано. Это, собственно, значение, и так далее. Ну вот, обязательно должны быть вот в этих блоках. Если у вас полюса более высокого порядка появляются в блоках один на один, то особенность точно нерегулярна. И... но таких примеров в многопедливых интегралах, в дефинциальных уравнениях для многопедливых интегралов, никогда не найдешь. По той простой причине, что... понятно же, что у вас от физических параметров, если вы какие-то странные только не выбираете, типа там, логарифмы какого-нибудь отношения параметра, от них зависимость будет степенная максимум. То есть, вот, рост решения вблизи регулярных точек, ну, будет степенной какой-то там, ну, в смысле, не целая степень. То есть, у вас есть разрез, но чтобы он экспоненциально там, существенная особенность была по этим, такого не бывает. Ну, конечно, можно посвятить жизни поиску контрпримеров этому, но я бы поставил на то, что не найдешь. Вот. Значит... так что они сразу, автоматически, уже первого порядка, один на один блоки. Значит... и дальше мы их приводим... ну, мы начинаем приводить капсилонформу. Ну, можно сначала, рассматривая только вот блоки в качестве этих маркетингов. Вот. Один привели, идем ко второму. Сначала уничтожали все полюса более высокого порядка. Потом, значит, делаем, собственно, значения пропорциональными. А потом, как бы, выносим их вообще в третьей стадии. И так вот, двигаемся по всем блокам. Вот, все блоки сделали такими. А потом начинаем заботиться об обоих диагональных элементах. То есть, сначала мы их делаем, опять же, полюса с помощью того, что я пропустил первого порядка. Делаем полюса первого порядка. Двигаемся вот в этом направлении, как стрелочкой показано. А потом уже ищем, опять же, вот эта последняя стадия, она такая же примерно, как и для каждого блока делалась. И всю матрицу, наконец, приводим в капсилонформу. Вот. А вот я хочу просто показать, как это реально выглядит. Я написал программу, которая, значит, это делает. Я хочу вот этот блок просто показать, как это преобразуется, что это не страшно. Вот, вот смотрите, вот какая-то страшная матрица. Вот реальный пример. Вот такая матрица. Вы хотите ее в капсилонформе привести. А вот, вот это ряд. Один. Первый элемент пошел. Три на третий. Второй элемент пошел. Третий элемент пошел. Ну и так далее. Второй ряд пошел. Тут два элемента. А третий же совсем какая-то. Беспредел. Вот. Вот такая вот матрица. Вы хотите ее в капсилонформе привести, в очень простой форме. А эта матрица, она получается, если вы напишите дифференциальное уравнение, на полное сечение рождения электрон-позитродных пар в столкновениях тяжелых ионов. Вот процессы типа формулы Рока. Но точно по гамме. То есть если вы по гамме напишите дифференциальное уравнение, вот это Y, оно с точки зрения каких-то линейных преобразований и есть это данное. Вот. Вот эта матрица, она получается вот такое страшное и так далее. Вот я сделал такой визуальный, так сказать, инструмент, который позволяет эти балансы стремления. Значит, что тут нарисованы? Нарисованы, значит, вот они сингулярности. Y равна минус 1, 0, минус I, I, 1 и бесконечность. Он у нас только сингулярности, причем с двух точек, которые красные надмечены, они, значит, они второго порядка. То есть это полис третьего порядка, на самом деле. То есть тут минус 1 и считается. То есть это полис третьего порядка двух точек. Я хочу все привести к капсионной форме. Начинаю балансировать. Значит, вот это у меня правая чаша, а это левая чаша, так сказать, весов. Ну вот, например, хочу сначала, допустим, убить вот этот полис, и сбалансировать его, ну, например, ну, лучше, значит, в правую чашу я должен желательно класть положительные собственные значения. Тогда они будут уменьшаться, и я сразу буду их еще уменьшать, да? Поэтому, значит, справа я вот, допустим, вот эту единичку выбрал, а здесь автоматически. Вот он говорит, apply balance. Раз, делаю. У меня сразу оказалось, что у меня точка у равно минус и была ложной сингулярностью, и она исчезла. Ну и тоже самое с точкой у равно и я тоже вот раз сбалансировал, она тоже исчезла. И заодно порядок полиса уменьшился здесь. Ну, дальше я могу, например, ну что я могу сделать? Например, я могу этот сбалансировать с этим. А вот я хотел показать ситуацию, интересно, смогу ее найти? Когда она красным засветится? Вот, вот, выколотая ситуация, видите? Вот эта ситуация, когда у меня витера автогональны. Вот я ее случайно, ну, как это, ну, в общем, нужно сильно постараться, чтобы в нее попасть. Ну, как я нажал, нажал три раза кнопку, это, 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 это много. Вот, вот смотрите, на этом этапе у меня есть только, только простые полюса. Да, все, вот эти длинные, длинные строчки исчезли только простые полюса. Вот фуксовая форма уже есть. А, собственно, значения пока не пропорциональны. Ну, начинаем дальше это самое работать. Вот здесь минус два, а здесь плюс три, например, я выбираю. Применяем баланс. Здесь стало минус один, а здесь стало плюс два уже. Уже лучше. Значит, здесь вот это с вот этим. Оп. Подожди, я не понял больше. Во-первых, ты нужен на какой-то красный слой. Так, означает ли это, что вообще-то твой метод не пройдет? Нет, я дальше немножко поискал. Если у меня все время будет красное везде, то я в какой-то момент пойму, что, наверное, стоит чем-то другим зайти. А вот так я, это, ну, ну, наткнулся на ортогональне, ну, бывает. Хотя, так сказать, не всегда это означает, что все совсем плохо. Вот, дальше вот беру, так балансирую, как в компьютерной игре. Вот. Уже почти дошел до того, чего хочу. Я всегда выбираю здесь отрицательные, а здесь стараюсь положительные. И тогда у меня здесь увеличивается, а здесь уменьшается. И я сразу два собственных значения отправляю. Вот. Ну, теперь мне надо, вот этот, с самим собой я не могу сбалансировать, а вот с единичкой могу. Вот. И здесь могу вот так вот. Все, у меня все собственные значения пропорциональны и все. Некоторые просто равны на них. Вот. Она сейчас перемножает матрицы. Это как бы зависит от того, как я делаю преобразование. Тут можно тоже повозиться. Ну, в общем, программа написана не оптимально. Вот. Вот. В результате получилось еще хуже матрицы. Вот. Но зато она уже на самом деле может быть... Делаем второй шаг. Второй шаг, который состоит в том, чтобы эпсилон фруктуризовать. Вот. Вот. Уже прилично. Уже все. Практически я это добился своего. Да? Вот эпсилон, везде эпсилон стоит в множестве. Ну, а дальше я могу это, как сказать, один из вычетов привести к собственному значению. Тогда у меня, так сказать, получится еще хуже. Вот какая матрица в конце получилась. Во-первых, она пропорциональна эпсилон всего. Везде. А во-вторых, ну, вот. Ну, какие-то числа получились. Тут еще можно вообще постоянное преобразование любое дело. И с его помощью можно немножко эти числа подправить. Но это уже совсем чисто приятно. Вот получилось, что, так сказать, из той матрицы, которая в начале была, вот она. Получилась вот такая матрица, которую гораздо приятнее решать. А главное, что эксилон факторизовалась. Ну, вот, собственно, это все, что я хотел сказать. К сожалению, этот алгоритм, эту программу я еще никак не могу найти время, чтобы ее допилить до конца и опубликовать. Ну, надеюсь, что это вопрос пару месяцев. Ну, во всяком случае, я думаю, что многие могут и сами такую программу написать. Те люди, которые в этой области крутятся, я думаю, что вполне достойно. Вот. Ну, тут дальше просто есть еще примеры, как делать. Это я только блоки преобразовывал, а потом я там недиагернальные элементы и так далее. И я все на всем адресах преобразовывал. Не знаю, где тут сохранилось. Нет, я, по-моему, уничтожил все языки аутпуты, поэтому не видно, какое конечное преобразование. Я выбрал самый сложный блок. Три на три. Между прочим, в этом блоке были непростые полюса, и алгоритм с этим справился. То есть, ну, вот эти длинные строчки, которые красным там только помечены, соответствовали как раз полюсам третьего порядка. И они замечательно уничтожились. Нет, во-первых, у вас и посредине могут быть бесконечные. Сингулярные эти породы, да? То есть, у вас не всегда так, что одна функция здесь и здесь бесконечная, это сингулярность, а посредине все замечательно. Это во-первых. А чем эта сингулярность? У тебя какие-то асимптотики слева на малых и на больших значениях. А в середине будет какая-то гладкая межкодиабельная термолянция? Какая? Слева ноль, справа ноль, а посередине все... Нет, ну, у кого... Да. Ну, вот, а может это и это устраивает. Я согласен. Ну, пускай. У нас асимптотика может быть не а вот прям и так. Нет, ну бывает, что ситуация, когда он так сшивается и там еще на пороге, например, вот как раз трехпетлевой поляризационный оператор, он, именно таким образом, фактически, как бы и наиболее удобное выражение, которое мы используем, это как раз вот так построено. Там использовано разложение при ку равном нулю, при ку равном бесконечности и на пороге еще. Вот. Ну, кстати, там тоже есть нюанс, потому что там два порога, а второй порога, там непросядный маркетинг. Ну, ты и так представляешь. Ага. Где у тебя, например, порога, там где-то с самого градуса. Характерные точки представляешь. Если ты в окрестностях малых значений, больших, и характерных точек легких, чтобы найдешь. Да. Ну, я, кстати, не сказал еще. Ну, это, конечно, как действует. Там это все не так просто, что вы просто тупо интерполируете. Там специальную переменную выбирают и по аппроксимацию используют. То есть, это ценное дело. А вот он много будет проще поверить, потому что это сложное точно решить. Что значит сложное? Еще раз. Я тут на кнопочки понажимал, и у меня уже получилась простая система. Понажимаю на кнопочки, получу вот эту ε форму. А уж с ней работать одна прелесть, потому что, я говорю, она очень приспособлена к разложению по ε. У вас каждый следующий порядок выражается через интеграл от предыдущего. А теперь... А что такое ε? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эпсилон еще параметр вольфменно старинализации. Так, то есть он именно, я могу говорю буквально. Да. И что такое разложение по ε? Ну, вы же хотите... И у тебя равные полюсы по ε, что ли? Нет, но... Мастер-интегралы, они входят с неим коэффициентом. В этих коэффициентах, в них тоже есть полюса. Могут быть полюса, по крайней мере. И тогда вам нет такого правила, что вы мастер-интегралы должны считать до ε0 и на этом остановиться. Далеко не так. Но главное, что это становится дривиальным. Особенно, если у вас, вот скажем, во многих физических задачах, у вас, допустим, есть только три точки особых. Там, ноль, единица, условно говоря, и бесконечность. Ну, тогда у вас все будет выражаться... Вот эти интегралы повторные, они просто сразу через гармонические полилогарифмы, через те функции, через которые все люди ответы выражают, они и будут выражаться. То есть вы просто, следующий порядок по ε, дописали у каждого гармонического полилогарифма еще один индекс спереди, соответствующий, какой нужен. И все. Ну, то есть, можете много порядков получать. Это как бы такой регулярный способ. Проблема в том, что граничные условия вам обычно хочется ставить именно в тех точках, в которых их неудобно ставить. То есть, в особенных точках. Потому что особенные точки чему-то соответствуют. Лучше всего, с точки зрения конференциальной параметрии, ставить граничные условия в регулярном точке. Тогда вы просто значение функции фиксируете, и все. А когда вы подходите к особенностям, вам нужна симптотика вычисляет. Ну, и это вот как раз... Ну, в общем, понятно, что эта ε-форму, она очень сильно вращает жизнь. А нахождение ее может быть таким образом аспартизированным. Все? Ну, а вот это я как-то не сообразую. Вот вы привели к ε-форму, да? Да. Ну, что это означает? Что при главном порядке параметрии вы, значит, так... У вас был столбин, да? И вы так скомбинировали, что в главном порядке параметрии он... Ноль. Ну, там еще надо смотреть граничные условия. Они могут начинаться не с ε или вот. Но... А что... Ну, я вам тоже в данном порядке... Ну, да. Ну, можно так, наверное, да? То есть, если на достаточной степени обзорном множек, то да. То есть, вы показали таким образом, что... Некие комбинации... Некие комбинации... Некие комбинации... Константы. 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 Ну, да, так получается. Там скранические условия есть. А вот скажите... Мне... Это все... Меня, врача, это уже не интересует. Да. Вот мне интересует простой вопрос, скажем. Я имею какой-то интеграм. Да. Одно пять его. Да. И хочу посчитать его... Ну, знаете, в какой-то... В каком-то порядке по ε. Я его знаю в... Ну, скажем... Ну, скажем... Ну, скажем... Ну, скажем... Ну, скажем... Я на столице... Иду с Камской... Я его знаю. Да. Хочу посчитать ε в первой степени. Да. Но что я должен делать? Это я должен... На него написать его англеем нет. Да? Да. Ты его изучал. А тебе его... Не... Знаешь? Ну, я его не сочитал. Да. На чипичной уровняке. Да. А можно ли его посчитать... Использовать. Посчитать проще, чем... Я подорвался, сочитал. А может, мы его просто просто посчитаем? Ну... Использовать... Ну, конечно. То есть... Что я должен... Ведь я же... Ну, что сказать... Я... Выполняйте... Я с теми день. Я... Я был сочинен... Написать... Какие-то... Ну, то есть... Я... Ну... Для много петлевых впечатлений это вполне целесообразно. То есть... Как бы... Осмыслимо. А для однопетлевых? А для однопетлевых? Я не знаю. Может быть... Если вы его вот так вычислили, то я бы... Как сказать... Это уже... Я... Ничего проще, чем... Может быть... Нет... Может быть... Другие... Ну ладно... Я... Нет... Ну... Вообще... Это... Да... Тоже... Может быть... Челесообразно. Если у вас много ног там... Много инвариантов там... Ну да... Вот в том-то и дело... Что у меня было инвариантов... Ну... Ну... Когда много инвариантов... Это вообще... Может стать... Ну... Проводные петлевые я не знаю... Но... Друг петлевые... Это вообще... Кошмар... Там просто сами официальные уравнения... Это просто... Говорится... То, что нам будем Sm背 deixa достаточно... Ну... Бываю... Но... gdzieś там больше с вариантом... Скажем... Это, сменая즈... Пятихвостка... Пятихвостка... Какими... Тами... Эти... С двумя... Тами... И... ... вот... Этот металл cut... Та... Когда вот просто м... И... Вот эти... Тон... Какой вот tempt... От... от всех ваших инвариантов, они становятся просто огромных размеров. Когда у вас инвариантов много, там идут полиномы от многих перемен, они, собственно, всю свою жизнь... Какому у вас граничные условия? Граничные условия, ну, например, разложение по областям, методом разложения по областям в обычной ситуации. Что у вас особая точка, вы вблизи нее можете применить метод разложения по областям, и там, во-первых, наказывается, что... Пять параметров еще надо, а если это пять параметров? Пять параметров зависит от того, как вы... Или даже два параметра. Ну, допустим, вы посмотрели дифференциальные уравнения по одному параметру. Граничные условия зависят от числа параметров на единичку меньше. Если вам удалось их найти, граничные условия, уже в этом месте, то вам уже другие дифференциальные уравнения в каком-то смысле и не нужны. А если не нашли, вы можете дальше действовать. Например, пытаться написать дифференциальные уравнения по-другому параметру. И там искать. Или там, если тут не факт, что вообще это процедура поиска граничных условий вообще сходится. Почему? У вас число параметров уменьшается на единичку всегда. И вы в какой-то момент... Ну, конечно, не факт, что все задачи в физике решают. Ну, в смысле, в многокративных вычислениях решаются. То есть, в смысле... Конечно, все сводится к тому, что вам нужно одномасштабные интегралы вычислять, в которых у вас нет вообще дифференциальных уравнений. Ну, какое-то искусство требуется, конечно, чтобы вы... Вы хотите написать по такому параметру интегралы. Во-первых, про замены переменных я тут вообще не говорил. А они важны, на самом деле. То есть, не во всех переменных можно такую формулу найти. Эпсилот формул. Когда у вас одна переменная, тогда у вас свободы замены этой переменной не так много. Особенно если там следить за монандромией, то там, грубо говоря, какие-нибудь корни, корневые замены обычно делаешь. И после этого все либо получается, либо не получается, и понятно, что не получится. Вот. А если много переменных, то там вообще там... По каким переменным писать дифференциальное уравнение? Там есть еще какие-нибудь нелинейные замены переменных, которые вообще там перемешивают, черт знает как. И дальше это уже какое-то искусство, естественно. Что ваше следить за монандромией? Ну, вот, например, если вы увидели, что у вас... Вот это типичная ситуация, поэтому я про нее и говорю. Значит, что у вас вот эти вот собственные значения, которые вот здесь вот были написаны... Так, где они там... Ну, вот там, где я писал, что там надо, чтобы они были n плюс альфа-эпсилом, да? Вот n плюс альфа-эпсилом. Где-то здесь было... Черт. А, вот... Стричь один, стричь два, вот. Вот, n плюс альфа-эпсилом, да? Вот часто бывает, что эти собственные значения имеют вид полуцелое число плюс альфа-эпсилом, да? Что тогда делать? Полуцелое число соответствует... Вот n плюс равно нулю, значит, это корневая особенность. Значит, вам нужно перейти к переменной, которая имеет вот эту такую корневую зависимость. И тогда вы монандромию на 2 умножите. То есть вы вот эту штуку всю на 2 умножите. И у вас в этом месте она будет уже целое число плюс альфа-эпсилом. Но за это приходится платить. Потому что, когда вы такую замену делаете, у вас все остальные полюса тоже... Ну, в смысле, число полюсов затворяется. То есть, у вас был один полюс, одну корневую замену сделает, и у вас на каждой витке появилась своя особенность. Вот, кстати, вот этот процессор окал, а я как раз такую замену и сделал. И там из-за этого получились вот эти куча особенностей. Там единица, плюс-минус единица, плюс-минус и. Ноль и бесконечности. Шесть особенностей. Ну, две из них там оказались эффективные для того блока, который он показывал. Но, как сказать... О нем так много и стало именно потому, что пришлось какую-то замену сделать. Такой тип корневую. Ну, то есть, для однопеременной как-то это... Можно легко сообразить. То есть, ну, по-моему, как все подправить, чтобы... Чтобы у вас, вот, собственное значение в такой виде. Вот. Полуцелое соответствует тому, что вы корневую зависимость там... Замену делаете, ну, там... Корневая, это новая переменная через старую, имеет корневое веревление. А старая через новую, часто бывает, можно сделать, чтобы это вообще была национальная функция. Ну, идти потом. Х равняется... То есть, если у квадрат минус один... Ну, или, там, плюс один... Не знаю. У минус один... Там... Минус у квадрат... Минус у. А если вы у через х выразите, то уже корней не будет. Ну, потому что у квадрат там сократится, поэтому... И там получат уже обычная национальная зависимость. Ну, вот такого типа вот замены. Часто. Ну, то есть, здесь корневая... Вот эта же штука, она корневая, в точке у равных дениц и минус дениц. А если у вас в одной точке идут корневая зависимость, то и вторая найдется такая же. Потому что у вас сумма всех матриц должна равняться нулю, поэтому... Так не может быть, чтобы у вас в одной точке были полуцелые значения, а ни в какой другой не было. Такое исключение. Интересно. А вот есть, так скажем, гидрюковское рассеяние, которое добавляет корневую. И никто никогда не мог вообще сосчитать. Даже одну точку получить. Потому что вот прямое рассеяние этого интеграла... Это жуткая идея. Ну... Не знаю. Там эти самые писали, там эти детокисы, там какие-то кошмарные формулы, так сказать. Вот эту новую... Я не пробовал примерно в каждом случае. Там приедение, и то сложнее. Может у вас простая формула полностью? Мы не знаем. Может быть... Ну... В общем... То есть ответы есть, но они какие-то дружеские совершенно. Ну... Может быть кому-то понадобится такая техника. Ну... Я говорю, что... Собственно... Какое-то продвижение состоит именно в том, что есть вот такой вот регулярный алгоритм, который в многих случаях позволяет просто найти этот вид. С многими переменами проблема в том, что даже если вы рассматриваете диффициальное уравнение по одной, то... А другие перемены, они просто как параметры там болтаются, то вы начинаете эти преобразования делать, и у вас эти переменные... В общем, у вас сложность сильно растет, вот эти полиномы, которые там есть. Может так... Если вы совершенно верно на это делаете, то у вас по другой переменной зависимости просто становится уже не это самое... Недоступно. Это, например, сильно запутывается, и в результате даже мощности компьютера не хватит. Если у вас много переменных, вы просто не будете понимать, какие у вас секторы ортогональные... Почему? Нет, это все понятно. Какая разница? Ну, другие перемены, это параметры просто. Ну, там просто бывает... А, ну, это-то вообще привалит. Ну, это-то не страшно как раз. Потому что если... Вы как... Ну, с ними обращайтесь, как то, что называется... Трансцендентными расширениями поля. То есть, как бы, считайте, что никаких сокращений между ними нет. Ну, как обычно, какие-то из параметра обращаются. Если есть полиномы параметры, то... Ну, типа общий случай. Да. В случае, когда вам нравится, что-то не рассматривается. Может быть, считается, что... Что его можно на предельных случаях получить.